Трёхлебов говорит Что в каком-то смысле, конечно, всё, что мы имеем, это нам как бы дано свыше, как бы дано Богом. Но в чистом же виде пища нам так просто не попадает, чтобы эту пищу получить, нужно заработать. То есть так или иначе мы прикладываем ему достаточное усилие, чтобы эта пища пришла. Я думаю, что Трёхлебов имеет в виду, что относиться к пище не как потребитель, а относиться к пище как духовное существо. И тогда ты понимаешь, что пища – это один из элементов, который развивает тебя, который движет тебя по эволюции. То есть когда ты благодарен тому, что мир даёт то, что тебе необходимо, и благодаришь того, кто, в общем-то, за этим всем стоит. То есть не превращаешься просто в потребитель. И если это стимулирует в человеке такое понимание, то в этом плане я согласен. Потому что, конечно, в принципе, конечно, если вы получили какую-то еду, она же вам не с неба свалилась, вы же всё-таки работали. И поэтому, наверное, в чистом-то виде, с точки зрения логики, это не совсем так. Но с точки зрения, скажем так, взгляда духовного человека, который стимулирует вас к развитию, который стимулирует вас смотреть на вещи не глазами животных, а глазами, скажем, человека разумного. И как бы хотел бы, чтобы ваше действие, всё, что вы делали, приближало к вас, в общем-то, к развитию, то он как бы даёт какие-то формы, взгляды на жизнь, которые, в общем-то, вас начинают от человека животного отрывать. Если вы благодарите Бога за пищу, то вы относитесь к этому как к некому подарку, как к чему-то, что мир вам даёт для того, чтобы вы стали лучше. То есть вы немножко становитесь меньше потребителем. Но вопрос в том, что если вы к этому относитесь с пониманием, а не это как штамп делаете. Приучили вас с детства кого-то благодарить. Скажи спасибо некому Богу, про которого ты ничего не знаешь, в которого ты не веришь, и про которого кто-то там говорит, и он вроде бы есть, а вроде бы его нет. То есть у человека нет такого понятия Бога, нет такого понятия, как эволюция. Если ему давать какие-то штампы, от них толку будет мало. Ведь он понимает, почему он это говорит, в чём смысл этой фразы. То есть у Трёхлебова очень хорошая фраза, очень хорошая идея, что он говорит, что на любой ответ человек должен давать разумный ответ. То есть должно быть понимание, должно быть исследование. То есть он осмысливает то, что он говорит. То есть за этим стоит его опыт понимания, то есть переработка информации. Он разумно подходит к вопросу, в высшем смысле этого слова. Тогда, конечно, да. То есть это не штамп, что кого-то благодарим, потому что дядя Трёхлебов сказал. Благодарим, потому что мы относимся к еде как подарку Богу. Если мы к еде правильно относимся, то эта еда будет работать в нашу эволюцию. Если мы воспринимаем как подарок Богу, то мы не будем ту есть пищу, которая не может выглядеть как подарок Бога. Ну, например, кусочек трупа животного, кусок говядины, кусок свинины, баранины. То есть это труп. Может ли Бог вам дать такую еду? Скажем, как не совсем от Бога еда уже получается. А какая еда от Бога? То есть, естественно, от природы. То есть если человек думает, когда это говорит, если он соотносит понятие пищи от Бога, пищи не от Бога, вот получается, дана ему была пища от Бога, например, хорошие, чистые экологические овощи, богатые витамины, вкусные, может, даже выращенные им самим или его близкими знакомыми. То есть вот, да, за такую пищу можно и Бога благодарить, и понять, почему, за что. Благодарить, что такая ситуация, что у тебя есть возможность защищать свое тело естественными элементами, естественными продуктами, полной энергией, полной витамина, помимо кислот. Да, то есть должно стоять понимание. Вот, я бы сказал, что в принципе это правильно. Нужно понимать, что за этим стоит, чтобы как попка не повторять фразу. То есть чтобы знание, которое как вам передается, оно не превращало вас в фанатика. Через осмысленность. Если вы понимаете, для вас это не просто ритуал, а понимание, а способ отношения с миром, то есть ваше отношение с Богом, тогда это хорошо. Если вы просто повторите как штамп, то толку от этого никакого не будет. Субтитры создавал DimaTorzok